Знаю, что вы лечились в Москве. Ваш выбор сознательно пал на отечественную медицину? Вначале я должен сказать огромное спасибо вам и вашей команде за то, что вы поднимаете такую тему. Потому что, как оказалось, огромное количество людей, которые сталкиваются с подобными заболеваниями, они думают, считают, что это уже всё приговор. И вот как раз здесь мы все рассказываем именно об обратном. Когда у меня это случилось, первое, что мне помогло, что меня уже поставило на путь выздоровления, это диспансеризация. Потому что вовремя замеченное онкологическое заболевание, оно имеет огромное количество процентов, что его можно победить. Поэтому мне здесь несказанно повезло. Я просто пришёл на диспансеризацию и случайно врачи обнаружили вот эту самую онкологическую опухоль. Она называется лимфома Ходжкина. Я тут же обратился в Боткинскую больницу. Там прекрасный заведующий Вадим Вадимович Птушкин, который уже своими словами увидел моё бледное лицо, он увидел мой испуганный взгляд, он увидел мои дрожащие руки от страха. И он мне сказал, Сергей, с этого момента ты не больной, с этого момента ты выздоравливающий. И вы знаете, как меня это подкупило? Вот найти своего врача – это дорогого стоит. И дальше я уже отвечаю на ваш непосредственный вопрос. Он мне сказал, Сергей, вы можете лечиться в любой стране мира, но знайте, что ваше заболевание лечится во всём мире стандартными лекарствами. Прекрасное было внимание. И причём я лечился не на платной основе. У нас онкология в стране лечится бесплатно за счёт государства. Я видел всех также больных и молодых ребят, и бабушек, и дедушек. Мы вместе все проходили химию, лучевую терапию. И ко всем было одинаковое прекрасное внимание врачей. Поэтому я, пользуясь случаем, хочу сказать, чтобы люди, которые столкнулись с этим заболеванием, чтобы они не бежали там мазаться разными травами, читать какие-то заговоры, а шли именно к врачам, к специалистам и получали правильное лечение. Какой в среднем срок разработки препарата, тестирования и выхода на рынок? Это очень трудоёмкий и длительный по времени процесс. Если раньше этот процесс занимал от 10 до 15 лет, и он включал в себя лабораторные исследования, исследования химической структуры, поиск тех молекул и тех компонентов, которые имеют потенциальное воздействие на те или иные биологические процессы в организме. После того, как определяется эта молекула, а там может быть скрининг десятков, сотен тысяч молекул, ну и миллионов, для того, чтобы определить именно потенциально эффективные молекулы. После этого уже начинается лабораторное исследование на животных, потом на добровольцах, потом на людях, которые страдают теми или иными заболеваниями, ради которых эти молекулы разрабатываются. То есть это процесс очень длительный. Гурам, Ваш научный центр участвует в тестировании онкологических препаратов? Да, на базе нашего Московского клинического научного центра имени Логина у нас есть отдел клинических исследований, где проводится довольно большое количество клинических исследований лекарственных препаратов. А вот тестирование проводится в одном каком-то учреждении, или вот то, что называется второе мнение, важно? Есть несколько испытателей, условно говоря, и потом какое-то общее заключение. Или достаточно заключений, допустим, Вашего научного центра? Ну, это все зависит от задач, которые поставлены перед клиническим исследованием. Есть одноцентровые исследования, которые проводятся на базе одного центра, и у нас есть такие работы. Есть многоцентровые клинические исследования, когда препарат может использоваться и используется, исследуется точнее, в разных клинических центрах, и собираются данные в единую для того, чтобы доказать им эффективность этой терапии. Насколько это может ускорить выпуск лекарств? Если препарат доказывает свою клиническую эффективность по сравнению с аналогами, там, там, с зарубежными или с российскими, или это какое-то новое поколение препаратов, то на основании клинических исследований, особенно последней фазы, я думаю, что это как раз вот заключительная фаза для того, чтобы вывести уже на рынок препараты и использовать его для лечения пациентов повсеместно. Сергей, а вы вот после того, как уже избавились от недуга, выздоровели, вы продолжаете следить за новостями в этой сфере? Или у вас это такой прошедший этап? Каждые полгода я прохожу диспансеризацию, делаю под КТ и так далее. И, безусловно, изучаю, ну не прям сажусь и изучаю, но в новостной ленте обычно обращаю внимание на те или иные новости, связанные с онкологией, с какими-то новыми препаратами. И, конечно, всегда радуюсь, когда в нашей стране появляются новые онкологические центры, где нам демонстрируют новые какие-то установки специальные для исследований, для обследования тех или иных онкологических опухолей и так далее. Поэтому я всегда этому очень радуюсь и надеюсь, что однажды мы победим онкологию раз и навсегда. И всё будет хорошо, и все будут живы и здоровы. Хотелось бы. Гурам, вот Сергею повезло, потому что у него поймали, насколько я понимаю, на самом раннем этапе. Да, первая стадия. Что нужно делать нашему зрителю для того, чтобы не пропустить? На что обращать внимание? Может быть, проходить какие-то обследования, задавать какие-то анализы? Что Вы посоветуете? На сегодняшний день, в частности, в Москве внедрено много скрининговых программ, которые позволяют выявить заболевания на ранней стадии. Самое основное, наверное, следовать рекомендациям врача-районного терапевта регулярно обращаться, обращать внимание, здоровый образ жизни очень важен в моменте профилактики онкологических заболеваний. Даже в солнечной ванной, которую все любят в летний период, мы все знаем о том, что он повышает риск развития такого грозного заболевания, как меланома. Загорать? Сейчас лето. Загорать можно, но с пониманием, с умом. То есть использовать защитные крема, не загорать в активный период солнца. Также известно, например, что здоровый образ жизни, отказ от курения, алкоголь, повышенный индекс массы тела, это все снижает риск развития онкологических заболеваний. Ну что ж, огромное Вам всем спасибо за эту беседу, а мы после паузы продолжим разговор о фармопроизводстве в нашей столице. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!